Мы опубликовали огромным тиражом нашу программу «10 шагов достойной жизни». Эта программа поддержана была Орловским экономическим форумом. Поддержали 600 трудовых коллективов, начиная с Кировского завода, кончая тем заводом, который в Комсомольске на море делает лучшие истребители. Поддержал Агропромышленный союз и все аграрии на встрече народных предприятий. И вчера присоединились к нам профсоюзы Академии наук. Они подписали с нами совместные соглашения. Эта программа сейчас переведена на язык регионов. Вот здесь вы видите выставку наших не просто плакатов, а программных документов, с которыми идут все депутаты города Москвы и Московской области. В целом идет партия. Мне очень приятно, что они представили свои программы применительно к каждому округу, в каждой улице, ко всем запросам трудящихся. Должен сказать, что очень приятно, практически все наши кандидаты подготовили свои программные материалы, с которыми идут на выборы. С одной стороны, они проводят общую линию 10 шагов до стройной жизни, с другой стороны, применительно к просьбам граждан отвечают на те вопросы, которые больше всего волнуют избирателей в данном округе. В целом, наша команда во главе с Рашкиным идет на выборы, хорошо оснащенными, с яркими, наглядными инструментами, и, по крайней мере, вот такой выставки клубов и представления программ каждого депутата в Москве, на мой взгляд, никогда не было. У нас сняли абсолютно незаконно Бухова Сергея Павловича, который идет и по партийному списку, и по одномандатному округу в Краснодаре. Мы прошли Верховный суд, но в Верховном суде еще ни разу. Верховный суд не стал на сторону правды. Не случайно главный лозунг у многих наших депутатов. Мы вам скажем правду, мы за правду боремся, потому что, кроме нас, некому сказать. Вот сейчас мы подготовили материалы в Конституционный суд. У меня есть ощущение, что Конституционный суд об ухо восстановят. Все подписи сегодня поставили? Да, все, более 90 подписей. И самые любопытные поставили подписи представителей всех фракций Государственной Думы. На мой взгляд, сейчас наступила очень ответственная фора. С одной стороны, свирепствуют представители администрации, которые пытаются всячески снять наших кандидатов. С другой стороны, появились фальшивые коммунисты, типа Сурайкина, у которых ни структур, ни программы. Но партия власти помогла им все оформить. Вот представила рекламное время. И даже не постеснялись, практически взяли нашу эмблему для того, чтобы выступить в роли позорного двойника. Уверяю вас, и все равно граждане разберутся. 12-й номер сам по себе и не просто знаковый. 12-е число, и 12 апостолов, и 12 часов дня и ночи – это отсчет любого крупного события. 12-й нам поможет в это нелегкое время. И как бы там ни крутились, тем не менее, многие проголосуют за нашу программу и нашу команду. Приглашаю вас посмотреть наши программы каждого из кандидатов. Вы видите много полезного и много интересного. Уважаемые друзья, здесь представлены 15 одномандатников, кандидатов в депутаты Государственной Думы со своими командами, со своими программами, со своими кубами. Мы сегодня пригласили всю власть, мэрию, пригласили партии, население, для того, чтобы они познакомились. Потому что мы считаем, что выборы должны быть именно конкурентными, именно открытыми, легитимными, честными. Вот на это мы приглашаем и все партии, чтобы они таковыми и были. Мы открыты для москвичей, мы знакомимся со своей программой, а познакомившись, они обязательно проголосуют за нас, за Компартию Российской Федерации. 12-й – это еще и Новый год. 12-й – это еще и бой курантов. 12-й – это еще и шампанское. 12-й – это новая жизнь в новое время, в Новый год. Сегодняшняя акция, она как раз-таки является итогом, потому что в Москве мы практически нигде не имеем возможности получить равные условия для агитации. Нас нет в газетах московских, нас нет на рекламных стендах. И поэтому мы сегодня, как и предыдущий период, и до дня голосования, будем выходить на улицу, открыто разговаривать с людьми, приглашаем всех наших оппонентов нормальным дебатом на улице, когда присутствуют избиратели и могут задавать вопросы. Поэтому сегодня это та форма, которая максимально приближена к людям. И я думаю, что сегодня власти именно поэтому и не хотят, чтобы коммунисты присутствовали в активном электоральном поле, лишь потому что мы имеем большую поддержку. Мы имеем фракцию в Мосгордуме, которая впервые победила за долгие годы в одномандатных округах, и мы намерены увеличить результат по одномандатным округам и в Госдуму, и также получить хороший результат по спискам. Прямо вам скажу, партия власти не желает встречаться с избирателями. Или телеэфир, или те, кто работает у них по найму, откровенно говоря, бюджетники и подневольные. Вообще говоря, это не выборная кампания. Выборная кампания – это реальный диалог. Мы предлагали партии власти обсудить все базовые проблемы. Они решили нормальные дебаты утопить от многопартийности. Когда выходит 6 человек и говорят, вам 30 секунд, представьте свою концепцию. Вам 4 минуты или 2 минуты, расскажите, что вы будете делать с национальной безопасностью. Мягко говоря, это издевательство над нормальными дебатами. Предлагали партии власти. Если есть программы у кого, давайте вместе. Но кроме нас никто не вышел на выборы с развернутой программой. Мы подготовили программы по всем базовым вопросам. Промышленность, аграрный комплекс, народные предприятия, образование, наука. Пожалуйста, мы и сегодня приглашаем вас на полноценные дебаты. И уверяю вас, как только граждане познакомятся с этим, они скажут за команду КПРФ, команду патриотических сил. Есть смысл голосовать. Чтобы не дожить до Киевского, а точнее Московского Майдана, надо минимум иметь 226 депутатов, способных слышать людей, отвечать на их просьбы и отвечать на вызовы времени. Поэтому приглашаем вас ознакомиться с нашим программным продуктом. Приглашаем познакомиться с нашими депутатами. И вы увидите, это образованные, грамотные, современные люди, способные проводить современную эффективную политику.